Названы победители сельскохозяйственной жатвы 2018 года. Продолжается благоустройство сквера Аллея Любви. В ноябре во всех регионах страны пройдет большой этнографический диктант. Об этом и многом другом мы расскажем в нашей рубрике Телетайп новостей. В Славянском районе стартовал отопительный сезон. По данным Управления жилищно-коммунального хозяйства, Трансфорта и связи администрации района запущены все котельные. Тепло было подано в первую очередь в детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и медицинские учреждения. На этой неделе отопление включено и в многоквартирных домах. В городе продолжается благоустройство территории сквера Аллея Любви и площадью памятника Ленина. По проекту формирования комфортной городской среды. Служба озеленителей общественного социального центра высадила целый розарий со стороны улицы Красной. Появилась новая березовая аллея, высаженная со стороны многоквартирного дома. Также завершены посадки кустарников, самшиты, кипарисовика, можжевельника. Всего высажено более 270 кустарников нескольких разновидностей. На очереди посадка газонной травы. 2 ноября во всех регионах страны, в том числе на Кубани, пройдет большой этнографический диктант. На выполнение заданий дается 45 минут. Участникам диктанта необходимо будет ответить на 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30. Правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы 10 ноября. Публикация индивидуальных результатов 12 декабря. Адреса всех площадок на сайте Большого этнографического диктанта. На краевом дне урожая были отмечены лучшие работники агропромышленного комплекса. Среди награжденных были и славянцы. Лучшими комбайнерами края признаны сотрудники зерновой компании «Новопетровская» Илья Бойко и Эдуард Бабанов. За первое место Илья получил благодарности и ключи от автомобиля «Нива А. Эдуард», за второе место – денежную премию. Первое место в крае среди жадчиков риса занял труженик закрытого акционерного общества при Азовской Сергей Рожко. Он также заслужил главный подарок – автомобиль.